Тогда приходят филисимляне и стучат. Я готов взять у тебя то, что у тебя есть. Некоторые из нас сегодня филисимляне зашли в твой самый дом, а ты не был готов для битвы. Может быть, некоторые из нас знают, что филисимляне в твоем доме и начинают разбивать твой дом на куски. Это не Божий план. Может быть, Бог приготовил для тебя опыт пустыни, куда Он поведет тебя. В место, куда сам бы ты не хотел пойти. Есть две вещи в пустыне. Есть облако днем и огонь ночью. Аллелуя. Бог не оставляет нас одних в пустыне. Пустыня — это не место, где мы изобиливаны. Пустыня — это не то, что мы должны избегать. Но нет, пустыня — это место приготовления, где Бог тебя побеждает. Может быть, ты думаешь, что время идти уже сразу в доме. Может быть, мечты, которые Бог дал тебе, кажутся такими далекими. И вместо того, чтобы готовиться, ты готов уже сам побежать. Подожди, когда Бог поведет тебя в свое время. Потому что будет время. Будет время, да. Бог поднимет тебя и поведет тебя в то место. Сказано, что и люди вошли и вышли из земли египетской, и они были оруженны. Он вывел их из земли египетской. И он повел их по пустыне, впервые другим путем. Потому что они не были готовы. И они были в опасности, что филистиняне разрушат их. Что филистиняне просто побегут по ним. Но Господь повел их к Черному морю, по дороге пустынной. И вышли сыны Израиля, вооруженные из земли египетской. Они вышли из земли египетской, вооруженные для битвы. Бог взял отчаянных людей, жалкий народ. И Он сформировал их в силу. Он сделал армию. Знаете, что военные тактики даже сегодня изучаются. Когда Бог делает Своё предупреждение, когда Бог закончил то, что Он делает в нашей жизни, когда мы проводим время, когда мы терпеливы, когда мы следуем за Богом, вместо того, чтобы бежать впереди Него, результаты совершенно разные, когда мы идём своей мудростью, своим пониманием. Потому что если мы будем верны, если мы будем терпеливы, если мы вложим себя в Божьи руки, и будем полагаться на Его водительство, Его направление, Он наверняка выведет нас из земли египет. Он наверняка ведёт нас в землю, которую Он обещён нам. Он точно судьбу свою явит нам. И взял Моисей с собой кости Иосифа. Моисей взял с собой кости Иосифа. Потому что это было обещание, которое Бог сделал. Иосиф сказал, не оставляйте мои кости в земле египетской. Иосиф, клятву, и заклялся на Израилевых. Сказал, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда. Я верю, что Бог хочет навестить нас. Посетить нас на этом месте. И Он обещает. И Он сейчас посвящается нам. Но хотим ли мы сохранить те заповеди, которые Он у нас вызывает? Будем ли мы возлагать себя перед ним? Будем ли мы ожидать Бога? Тех, кто ожидают Господа, Бог обновит их силы. Они поднимутся на крыльях, как у орла, написано в Писании. Они потекут и не устанут. Они потекут и не утомлятся. У Бога есть план. У Бога есть обещание. Давайте встанемся вместе. Давайте проведем несколько минут с Богом. Чтобы Бог говорил к нам. Чтобы Бог служил нам. Чтобы Бог начал работать в нашей жизни. Давайте проведем несколько минут, убеждавая это Слово в нашем сердце. Может быть, ты сейчас в пустыне. Может быть, ты задаешься вопросом, Боже, где ты? Боже, я хочу пойти сейчас с землей обедом. А Бог говорит, подожди. Я хочу тебя вооружить для беден. Ты не готов. Но, Боже, я хочу сейчас. А Бог говорит, подожди. Может быть, филистимляне в моем сердце. Может быть, в твоем доме. Может быть, они стучат тебе в дверь. Говори, Бог, помоги мне. Господи, филистимляне пришли, чтобы вывести меня. Мне нужна твоя помощь сейчас. Бог говорит, если ты будешь ждать, если будешь ожидать меня, я приготовлю тебя, я веду тебя. Я отгоню филистимлян. Я отгоню филистимлян. Я отменю филистимлян. И я утверждать буду тебя. И я за каждое обетование сделаю реальностью твоей жизни. Господи Иисусе, я молюсь за тех, кто собрался здесь сегодня. Господи, порази филистимлян в их жизни. Господи, освободи их из земли Египта. Но, Господи, храни это обетование, как ты охранил его на Иосифе. Для того, чтобы мы были народом обетования, народом судьбы. Исполняя Твое Слово, Твою судьбу для нас, в Твое время, волей Твоей, по Твоим целям. Господь, мы молимся об этом во имя Иисуса. Мы молимся о благословении нас в рай. Господи, чтобы Ты разрушил филистимлян. Чтобы Ты отогнал на Свои воли. Всякий раз приеду и установил Царство в нашем сердце. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.